Пушкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних входит в государственную программу «Безопасный регион». В ее рамках были установлены камеры и откатные ворота. В 2022 году центр вошел в несколько областных госпрограмм, благодаря чему удастся закрыть потребности почти на 2 миллиона рублей. 16 февраля депутат Мособлдумы Сергея Вабаченко посетил социально-реабилитационный центр, чтобы посмотреть, какой объем работ предстоит выполнить и какие есть трудности. В этом году планируется установка нового ограждения. Как всегда, есть нюансы. За то время, пока были выделены деньги, резко выросли цены на стройматериалы. Этот вопрос уже будем решать в рабочем порядке. Пообщались с детьми. Дети радостные, занятые. И, в общем-то, видно сразу, что за ними смотрят, их учат. И, в общем-то, все условия созданы. Также здесь появится новое оборудование. За счет регионального бюджета будут закуплены интерактивная песочница и интерактивный стол, мультимедийный развивающий логопедический стол, а также специальное умное зеркало со встроенным компьютером. На сегодняшний день в социально-реабилитационном центре находится 21 ребенок. Депутат посмотрел, какие условия проживания для них созданы. Сергей Бабаченко посетил столовую, спальни детей, игровые комнаты, узнал о распорядке дня ребят и поближе познакомился с деятельностью центра. Наша главная задача заключается в том, чтобы этих детей вернуть в семью. Мы работаем на то, чтобы восстановить, если есть конфликт детско-родительских отношений, то восстановить эти детско-родительские отношения, наладить, так скажем, климат семейный внутри семьи и вернуть ребенка в семью. Депутат приехал не с пустыми руками. Сергей Бабаченко привез ребятам сладкие подарки, пообщался с детьми и узнал, в чем еще нуждается социально-реабилитационный центр. Например, поговорили о расширении функционала спортивной площадки. Также было осмотрено состояние территории, а именно, как очищают крышу от снега. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.